Всем привет! Итак, вы вернулись на канал Skyward, с вами, конечно же, я, Вадим, и мы будем продолжать двигаться по страницам романа Харуки Муруками «Кавка на пляже». На очереди 19 глава этого романа. Давайте начнем. Воскресенье в библиотеке выходной. Здесь обычно и так тихо, а уж по выходным прямо-таки чересчур. Такое впечатление, что в этом месте останавливается время. Или все замирает, чтобы это самое время ничего не заметило. Прямо по коридору, что идет мимо двери в читальную, закуток для сотрудников. Перед ним табличка «Посторонним вход воспрещен». Там есть раковина мойка, и можно приготовить и подогреть чай или кофе. Стоит микроволновка. Из-за кутка дверь в гостевую комнату. Внутри самая обычная ванная, шкаф, узкая койка, на столик и изголовье светильник, чтобы читать лежа, будильник, письменный стол, настольная лампа. Старомодная мягкая мебель в белых чехлах, комод с ящиками для одежды, маленький холодильник, вмещавший запас еды, на нем полка для посуды и продуктов. Приготовить что-нибудь можно за дверью у мойки. В ванной мыло, шампунь, сушилка, полотенце. В общем, все необходимо, чтобы какое-то время жить спокойно. Из выходившего на запад окна открывался вид на деревья в саду. Время шло к вечеру. Клонившееся к закату солнца проглядывало сквозь ветры криптомерии. «Я тут иногда ночую, если домой лень возвращаться. Больше никто этой комнатой не пользуется», — сказал Асима. «Саеки-сан, насколько я знаю, сюда не заходит, так что здесь тебе никто мешать не будет». Я положил рюкзак на пол и обвел взглядом комнату. Вот постельное белье. В холодильнике есть все, что надо на первые дни. Молоко, фрукты, овощи, масло, ветчина, сыр. Деликатесов, конечно, из этого не приготовишь. Зато можно сделать сэндвичи, салат. Захочешь чего-нибудь посущественнее, можешь заказать еду на дом или поесть тут, в округе. Стирать придется самому в ванной. Я ничего не забыл. А чем обычно Саеки-сан занимается? Что у нее за работа? Асима указал пальцем в потолок. «Видел кабинет на втором этаже? Когда вас вводили по дому, она там всегда что-то пишет. Когда я куда-нибудь отлучаюсь, она спускается, чтобы меня за стойкой подменить. Но в основном, если на первом этаже дел нет, у себя в кабинете сидит». Я кивнул. «Завтра я приду без чего-нибудь десять и расскажу, что тебе надо делать. А пока располагайся и отдыхай». «Спасибо вам за все», — сказал я. «А, my pleasure», — ответил Асима по-английски. Когда он одолелся, я принялся разбирать рюкзак. Распихал по ящикам многочисленные пожитки, повесил на плечики рубашки и верхнюю одежду, выложил на стол блокнот и ручки, отнес в ванную умывальной принадлежности, а рюкзак засунул в шкаф. Никаких декоративных прибамбасов в комнате не было, только на стенке небольшая картина маслом. Реализм. «Мальчик на берегу моря». Неплохая картина, может, даже известного художника. Мальчику, лет двенадцать, в белой кепке с козырьком, заслоняющим лицо от солнца, он сидит в детском шезлонде, опираясь на подлокотники и подперев ладонями щеки с тоскливо-торжественным выражением на лице. Рядом черная немецкая овчарка, своим видом она показывает, что мальчик под ее защитой. За спиной мальчика простирается море. На картине еще какие-то люди, но художник нарисовал их очень мелко, так, что лица не разберешь. Островок морской дали. Кучка облаков над морем, похожий на кулак. Такой вот летний пейзаж. Усевшись на стол у стола, я долго рассматривал картину, смотрел и слышал шум волн, а комната, казалось, наполнялась просоленным морским воздухом. Быть может, мальчишка на картине бывший хозяин этой комнаты, Аль, которого любила Сайки Сан, ее ровесник, который погиб без всякого смысла в 20 лет, потому что его затянуло между враждующимися бандами студентов. Мне почему-то казалось, что это он. А пейзаж напонял мне здешнее взморье. Если я прав, значит, на картине это самое место только 40 лет назад. Для меня 40 лет почти вечность. Я попробовал представить, что будет со мной через 40 лет, но понял, что край вселенной и то легче себе вообразить. На следующее утро Сим объяснил, что нужно делать перед открытием библиотеки. Отпираешь дверь, открываешь окна, чтобы проветрить помещение, быстренько пылесосишь пол, протираешь столы, меняешь воду в вазах с цветами, включаешь свет, иногда поливаешь сад в установленный час, открываешь главные ворот. При закрытии проделаешь примерно то же самое, только в обратном порядке. Окна запираются, столы снова протираются, свет выключается, ворота закрываются. К разу у нас нечего, так что можно подумать, что и за дверями особо следить ни к чему, говорил меня Сим, но я тебе скажу, мы расхлябанности не терпим, ни Сайки сам, ни я, поэтому делать все надо как следует. Здесь наш дом. Мы его уважаем и хотим, чтобы и ты, по мере возможности, к нему относился так же. Я кивнул. Затем он рассказал, какие обязанности, когда дежурит за стойкой, как работать с посетителями. Можешь посидеть тут, рядом, посмотреть, что я делаю, и запомнишь. Ничего трудного нет, будет, что непонятно, иди на второй этаж, зови Сайки сам, она тут же во всем разберется. Сайки сам приехал около 11. Мы сразу поняли, что это она, по тарахтению ее фольксвагена. Оставив машину на стоянке, она вошла через заднюю дверь, поздоровалась с нами. Привет. Доброе утро, ответили мы. Вот и весь разговор. На Сайки сам было темно-синее платье с короткими рукавами, в руках хлопчатый жакет, через плечо сумка, минимум украшений и косметики, и тем не менее было в ней что-то притягательное. Увидев меня рядом со Симой, она хотела было что-то сказать, но передумала, чуть улыбнулась и стала неспеша подниматься на второй этаж. Порядок, сказала Сима, она все про тебя знает, так что нет проблем, просто не любит лишних слов. В 11 мы с Асимой открыли библиотеку, отперли ворота, но посетителей пока не было. Асима принялся растолкувать, как пользоваться компьютером с электронным каталогом. Машина оказалась IBM, такие обычно стоят в библиотеках, и я к ним привык. Потом объяснил, как работать с картотекой. Каждый день библиотеку присылают новые издания, надо было записывать данные о них на специальных карточках. В полдвенадцатого появились две женщины в одинаковых джинсах. У той, что пониже ростом, волосы были короткие, как у пловчихи, а та, что повыше, собрала их в пучок. Обе в кроссовках, одна в найке, другая в асикс. Высокая была лет сорок, низенькая около тридцати. Высокая в клетчатой ковбойке на носу очки, низенькая в белой блузке. У обоих рюкзачки за плечами и хмурые физиономии. Обе молчаливые. Перед тем, как сдать о себе рюкзаки, они обиженным видом вытащили оттуда тетрадки и ручки. Женщине принялись одна за другой прочесывать полки с книгами с энтузиазмом, орылись в картотеке, время от времени делая какие-то пометки в тетрадях. Книг читать не стали, ни разу не присели. Они больше походили на налоговых инспекторах, проверяющих наличие товаров на складе, чем на посетителе библиотеки. Мы никак не могли уразуметь, кто они такие и что им у нас понадобилось. Асима подмигнул мне и еле заметно пожал плечами. Ничего хорошего у мягко говоря этой парочки ждать не приходилось. Пришло время обеда. Асима отправился в сад перекусить, а я занял его место за стойкой. «Нам надо кое-что выяснить», — обратилась ко мне та, что повыше. Ее сухой, зачерствистый голос напоминал завалявшуюся на полке хлебную корку. «Пожалуйста. Что вас интересует?» Нахмурившись, она посмотрела на меня, как на картину, покосившись раме. «Вы, похоже, еще в школе учитесь». «Да, я здесь стажируюсь», — ответил я. «А можно кого-нибудь, кто получше разбирается?» Я пошел за Асимой. Он запил свой обед кофе, стряхнул с колен хлебной крошки и вернулся в библиотеку. «Чем могу быть полезен, любезно?» — сказал он. «Мне вот какой вопрос. Наша организация проводит по всей стороне обследование состояния публичных учреждений культуры. Нас интересует, как обстоят дела в плане их оснащенности, простоты пользования и доступности для женщин. Разбившись на группы, мы целый год посещаем такие учреждения, проверяем их работу и публикуем доклады по итогам. Много женщин нас поддерживают и работают с нами. Мы с коллегой отвечаем за проверку в этом районе. «А разрешите поинтересоваться, как называется организация, которую вы представляете?» — спросил Асима. Женщина достала визитку и протянула ему. Асима, не меняя выражение лица, внимательно прочитал, что на ней написано, и положил карточку на стойку. Затем лучезарно улыбаясь, пристально взглянул на собеседницу. Улыбка у него была высший сорт. Любую нормальную женщину вогнала бы в краску. Но активистка женского движения и бровью не повела. Так вот, к сожалению, мы обнаружили в вашей библиотеке ряд проблем. Проблем? Женской точки зрения, уточнила Асима. Совершенно верно. Речь идет именно о женской точке зрения, сказала та, что повыше. И Кошелинов добавила. «Хотелось бы услышать, что по этому поводу думает администрация». Как таковой администрации у нас нет. Может быть, я подойду? Ну, начнем с того, что здесь нет женского туалета. Разве это не так? Действительно, специального туалета для женщин нет. Мужчины и женщины у нас пользуются одним туалетом. Однако в частных учреждениях, в публичных библиотеках, в принципе, должны быть раздельные туалеты. «В принципе», — повторил Зани Асима, как бы желая удостовериться в том, что было сказано. «Именно. С общих туалетов начинается унижение достоинства. Исследования показывают, что большинство женщин считает для себя очень неудобным пользоваться общими туалетами. Это очевидное свидетельство пренебрежительного отношения к посетительницам». «Пренебрежительное отношение», — проговорил Асима. И на его лице появилось стадаческое выражение, будто он по ошибке проглотил какую-то гадость. Ему явно не нравилось, как звучат эти слова. «Заведомое попустительство». «Заведомое попустительство», — повторил он, задумавшись над нелепой формой этого словосочетания. «И что вы об этом думаете?» — сдерживая поднимающее раздражение, спросила та, что повыше. «Как вы могли заметить, наша библиотека очень маленькая», — сказала Асима. «К сожалению, у нас нет места устраивать отдельные туалеты». Никто не спорит, было бы замечательно их иметь. Но пока от посетителей жалоб не поступало. К счастью или к несчастью, здесь много народу не бывает. Уж если вы взялись за эту проблему, может лучше обратиться в Сиэтл, в штаб-квартиру Боинга, и поговорить там о туалетах в их аэробусах. А в них гораздо больше места, чем о нашей библиотеке, и людей куда больше. А туалеты в самолетах, о, насколько им неизвестно, все общие. Та, что повыше сердито прищурившись, посмотрела на Асиму. При этом скулы у нее заметно выехали вперед, ей даже пришлось поправить очки. «Мы здесь сейчас не транспортные средства проверяем, что это вы вдруг на аэробусы повернули. Но ведь в аэробусах общие туалеты, и у нас тоже. Значит, в принципе, проблема одна и та же». Разве я не прав? Идет проверка конкретных публичных учреждений, и мы здесь не для того, чтобы говорить «в принципе». Асима изобразил в высшей степени ласковую улыбку. Вот как? А я было подумал, что мы именно о принципах и разговариваем. Та, что повыше поняла, что где-то, похоже, промахнулась. Щуки ее порозовели. Но сексапильность Асимы тут же была ни при чем. Она попыталась исправить ситуацию. Как бы то ни было, проблемы аэробусов к делу никакого отношения не имеют. Не надо сюда примешивать совершенно посторонние вещи. Понял. О самолетах больше не будем, согласился Асим. Ограничимся грешной землей. Та, что повыше кинула на него гневный взгляд, передохнула и поехала дальше. Еще один вопрос. У вас авторы разделены по половому признаку. «Вы правы. Имеет место быть. Наши предшественницы так распорядились. Отделили почему-то мужчин от женщин. Собираемся переделать когда-нибудь, и все никак». «Мы против этого ничего не имеем», заявила та, что повыше. Асима чуть наклонил голову. «О, однако в вашей картотеке авторы мужчины везде стоят впереди женщин. Мы думаем, это противоречит принципам равенства мужчин и женщин. Это несправедливо». Асима взял ее визитку и еще раз прочитав фамилию, опять положил на стойку. «Сога-сан». В школе меня учили, что фамилия Сога должна быть стоять впереди Танаки, но после Сакине. «Вы против этого возражаете? Хотите, чтобы было наоборот было? А? Буква «Джи» в алфавите идет после «Ф». И что? Она по этому поводу протест изъявляет? В книге шестьдесят восьмая страница стоит после шестьдесят седьмой. Революцию по этому поводу устраивать? Это же совсем другая тема, выходя из себя, повысила голос та, что повыше. Вы с самого начала все нарочно путаете. Услышав перепалку, записывавшая что-то в тетрадку у полок снегами, та, что пониже, устремилась к нам. «Нарочно все путайте», – сударьем повторила Асима слова той, что повыше. «А что? Разве не так?» «Рэд хэринг», – выдала Асима. Женщина, которую он назвал Сога-сан, приоткрыла рот, но ничего не сказала. Есть такое выражение в английском. «Рэд хэринг». Это когда разговор слегка отклоняется в сторону от главной темы, дословно «красная селедка». Почему так говорится? Не знаю. Учиться надо было лучше. «Селедка или ставрида в любом случае вы увиливаете от ответа», – выражаясь точнее подмена аналогии, – продолжала Асима. По мнению Аристотеля, это один из наиболее эффективных приемов в риторике. Такими умственными фокусами любили развлекаться граждане древних Афин. Очень жаль, что в понятие «гражданин» в Афинах тогда не включали женщин. «Вы издеваетесь над нами?» – Асима покачал головой. «Послушайте, что я хочу сказать. Если у вас нашлось время, чтобы явиться в маленькую частную библиотеку, в маленьком городке, начать все здесь вынюхивать, отыскивать изъяны в устройстве туалета и картотеки, значит, в общенациональном масштабе можно найти сколько угодно других эффективных способов защиты законных прав женщин». А мы делаем все, что можем, чтобы наша скромная библиотека переносила здесь хоть какую-то пользу. Собираем замечательные книги, документы и открываем к ним доступ людям, которым это нужно. Душу в это дело вкладываем. Может, вы и не в курсе, хранящееся у нас собрание материалов о японской поэзии со времен «Та и сё» посередину «Сё» известны на всю страну. Конечно, есть недостатки и пределы наших возможностей, но мы стараемся делать все, что в наших силах. Хотелось бы, чтобы вы обращали внимание не на то, чего мы не можем, а на то, что мы можем, на реальный результат нашей работы. Вот это будет справедливо. Та, что повыше и та, что пониже, переглянулись. Здесь та, что пониже, впервые открыла рот, голос у неё оказался резким и песклявым. То, что вы здесь доказываете, не более чем попытка уклониться от ответственности, пустые отговорки. Выбрали себе удобное словечко «реальность» и пользуйтесь им для элементарного самооправдания. Я так скажу, вы жалкий исторический пример мужского эгоизма. Хм, жалкий исторический пример, с восхищением повторила Сима. Судя по его тону, это выражение пришлось ему по вкусу. Вы пропитанный духом дискриминации субъект, типичный мужчина в квадрате, не скрывая раздражение, заявила та, что повыше. А, мужчина в квадрате, опять повторила Сима. Та, что пониже, продолжал, не обращая на него никакого внимания. Вы прикрываетесь, как щитом, сложившимся в нашем обществе положением и дешевой мужской логикой, придуманной для того, чтобы такое положение сохранять. Отводите женскому гендеру роль граждан второго сорта. Отводите. Ограничивайте и лишайте женщин закон и прав. Пусть это делается скорее неосознанно, чем нарочно, но вина ваша от этого не меньше. Боль других людей становится вам безразлична. Вы так защищаете свои мужские интересы и не пытаетесь разобраться, как плохо ваша душевная слепота действует на женщин, на общество. Туалет, картотека – это понятно, мелочи. Однако без мелочей ничего не бывает. Надо начинать с мелочей, иначе нельзя сорвать пелену душевной слепоты, а в будущее наше общество. Таков принцип наших действий. «И такие чувства испытывают все женщины, имеющие сердце», – бесстрастно добавила та, что повыше. «А, благородное сердце, девушки, сколько вы мои утешаете», – процитировала Симон. Наши посетительницы молчали, как два сцепившихся айсберга. «Электра», «Софокла», «Великолепная трагедия». Я ее несколько раз перечитывал. Кстати, словечко «гендер» изначально выражало «род» в грамматике, а когда речь идет о физических различиях между мужскими и женскими особями, мне думается правильно говорить «пол», а не «гендер». Лингвистическая мелочь. Летяное молчание продолжалось. «В любом случае, то, что вы говорите, неверно по сути, спокойно и все же категорично заключила Сима. Я вовсе не жалкий исторический пример мужчины в квадрате. Не могли бы вы доходчиво объяснить, в чем же мы, по сути, ошибаемся с Лизом, проговорил та, что пониже. Ну, без всяких там логических подмен и умствований, добавил та, что повыше. Хорошо. Объясним прямо и понятно, без логических подмен и умствований. Да уж сделайте одолжение, сказала та, что повыше. Спутница поджал ее коротким кивком. Начнем с того, что я не мужчина, заявила Сима. Все молчали, потеряв дар речи. Я тоже чувствую. Не задохнулся, покосилась Сима. Я – женщина. Так, давайте без глупых шуток. Выдержав паузу, выдохнула та, что пониже. Но только для того, чтобы что-то сказать. Уверенности в ее словах не чувствовалось. Асима вынул из кармана хлопковых брюк, бумажник и вручил женщине пластиковую карточку, удостоверение личности из фотографий. Наверное, для какой-нибудь больницы. Она прочитала, что написано на карточке и на хмуре в брови, передала то, что повыше. Та тоже посмотрела и, немного поколебавшись, вернула в достоверение Асиме с таким видом, будто сдавала ему плохую карту. «Тоже хочешь посмотреть?» – повернулся ко мне Асима. Я молча покачал головой. Он убрал карточку в бумажник и отправил его в форму, в карман брюк, положил руки на стойку. Таким образом, как вы изволили видеть, и с точки зрения биологии, и по документам, я – женщина. «С этим не поспоришь. Поэтому то, что вы здесь говорили, ошибочно по сути. Я просто не могу быть пропитанным духом дискриминации субъектом, типичным мужчиной в квадрате». Однако начало было то, что повыше, но дальше этого дела не пошло. Та, что пониже, поджала губы и правой рукой потянул себя за воротник блузы. «Физиология у меня женская, но ощущая я себя 100% мужчиной», – продолжала Асима. «У меня мужская психика. Так что в этом смысле, может, вы и правы, говоря об историческом примере. Боюсь, вы имеете дело с закоренелым сторонником дискриминации. Однако, несмотря на внешность, я не лезвиянка. Отдаю предпочтение мужскому полу. Иначе говоря, я гей, хоть и женщина. Для половой жизни у меня анальное отверстие, а не вагина. Клитор чувствительный, а соски почти ничего не ощущает. Минструации тоже не бывает. В чем здесь дискриминация? Может быть, кто-нибудь объяснит? Мы молчали все втроем. Слов ни у кого не было. Кто-то тихонько кашлянул, не кстати нарушив повисшую в комнате тишину. Висевшие на стене часы вдруг загласили громким, надтреснутым боем. «Извините, но у меня сейчас обед», – я улыбкой проговорила Асим. «Тунец со шпинатом». Пришлось прерваться, к вам вызвали. Боюсь оставлять надолго, как бы кошки не сожрали. У нас полно кошек. Многие бросают котят в сосновом лесу на побережье. Пойду, с вашего позволения, доедать. На этом разрешите откланяться. Всего хорошего. Наша библиотека открыта для всех граждан. Каждый здесь волен делать, что хочет. Естественно, соблюдая действующие правила. И не мешая другим посетителям. Смотрите, что вам угодно. Пишите свой заклад. Что бы вы ни написали, нас это мало волнует. Мы тут живем сами по себе. Субсидии и указаний ни от кого не получаем. И дальше собираемся жить так же. Когда Асим ушел, женщины переглянулись, не говоря ни слова, и посмотрели на меня. Неужели подумали, что я его любовник? Я молча занялся картотекой. Они тихонько переговорились о чем-то у полок. Потом собрали вещи и с застывшими физиономией ретировались. Даже спасибо не сказали, когда я выдавал им за стойкой рюкзачки. Через какое-то время, покончив седой, вернулся Асима. Принес мне два рулетика со шпинатом. Он сделал их так. На зеленую тортилью положил овощи, мясо тунца, прикрыл сверху второй тортильей и полил белым сливочным соусом. И съел их на обед. Вскипятил воды и заварил себе пакетик Эрл Грей. Все, что я здесь только что говорил, правда, сказал Асим. Вы это имели в ряду, когда называли себя особенным человеком? Не хочу хвастаться, но кажется, ты понял, что я ничего не преувеличиваю. Я молча кивнул. Асима рассмеялся. По полу я, конечно, женщина. На грудь совсем не растет и месячных ни разу не было. Но мужских причиндалов, что там полагается, у меня нет. И волосы не растут. Короче, ничего нет. Совершенно. Куда это годится? Хоть ты вряд ли поймешь, что это за чувство. Наверное. Иногда я и сам не могу понять, что к чему, что я такое, что я такое, правда? Я покачал головой. Асима сам. Я абсолютно в таких вещах не разбираюсь. Классический пояс своего я. Я кивнул. Но в тебе, по крайней мере, есть какой-то ключ. Во мне нет. Асима сам. Что бы там ни было, вы мне нравитесь. Впервые я кому-то говорил такие слова. Лицо залило краской. Спасибо, сказала Асима, почти невесомо положил руку мне на плечо. Действительно, я немного отличаюсь от всех, но вообще-то я такой же человек. Хочу, чтобы ты это понял, а не какой-то оборотень, а обычный человек. У меня такие же чувства, такие же поступки. Однако временами пустяковое различие кажется мне бездонной пропастью. Хотя, конечно, если подумать, это неизбежно. Он взял лежавший на стойке остроточный длинный карандаш и стал его рассматривать. Карандаш оказался продолжением его тела. Я думал рассказать тебе о всем поскорее, как только представится возможный. Хотел, чтобы ты узнал от меня, а не от кого-то еще. И вот сегодня подходящий случай. Хотя, не сказал бы, что он у меня сейчас в хорошее настроение. Я кивнул. Теперь ты знаешь, какой я человек. Из-за этого мне много чего пришлось пережить. Разные унижения. Продолжала Сима. Только тот, кто через это прошел, понимает, что это. И как глубоко он травмирует человек. У каждого своя боль. И рана у каждого свои остаются. Поэтому уж в чаем, в справедливости и беспристрастности я никому не туплю. Мне кажется. Но еще больше меня достают люди, лишенные воображения. Таких ТС Эллиот называл полыми. Нехватку воображения пустоту не затыкают мертвой соломой. И разгуливают себя по свету, сами того не замечая. А свою невосприимчивость, глухоту, прикрываясь пустыми словами, пытаются навязывать другим. За примерами далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста. Наша сладкая парочка. Да будь таким угодно. Геем, резьбиянкой, нормальным. Как большинство людей. Феминисткой, фашистской, свиньей, коммунистом, кришнаитом. Под любым знаменем, пожалуйста, меня это совершенно не касается. Кого я не терплю, так это вот таких полых людей. Не выношу, когда эти болваны мелькают перед глазами. Тут же лишнего могу наговорить. Вот с этими тетками надо было поговорить как следует. Поставить на место и особого внимания не обращать. Или позвать Сайки Сан, чтобы с ними разобралась. Она бы с улыбочкой это сделала. А у меня так не получается. Говорю и делаю, чего не следует. Не могу сдержаться, этому слабое место. Знаешь почему? Потому что если каждого, кому воображения не хватает, всерьез воспринимать, никакого здоровья не хватит, да? Точно, сказала Сима, легонько прижимая ластик на кардаше к виску. Так и есть. Но, друг мой Кавка, я хочу, чтобы ты запомнил только одно. В конечном итоге и парня, которого Сайки Сан любила с детства, именно такие типы на тот свет и отправили. Их ограниченность и нетерпимость, беспардонная болтовня, слова пустышки, присвоенные чужие идеалы, твердолобая система. Вот что меня по-настоящему пугает. Вот чего я боюсь и что ненавижу. Что правильно, а что нет. Безусловно, это очень важный вопрос. Однако отдельные ошибки впоследствии в большинстве случаев можно исправить. Найдешь мужское мужество признать ошибку – поправишь дело. Но ограниченность при отсутствии воображения, нетерпимость – это как клоп, паразит какой-нибудь. Перепрыгивает с одного на другое, меняет обличье, может жить где угодно. Спасения от него – нет. И я не хочу пускать эту мразь сюда. Асим откнул кончиком кардаша в сторону полок с книгами. Конечно же, он имел в виду всю библиотеку. И могу я на это закрывать глаза. Тоже, дорогие мои, это была 19 глава. Очень занимательная, очень интересная, современная. Роман о Харуки-Му-Руками «Кавка на пляже». И вы были на канале Skyward. С вами был я, Вадим. На этом я с вами прощаюсь до следующих глав, следующих книг. Может быть, даже и новых. Всем пока. До встречи.